Всем привет дорогие друзья! Вы любите Звездные Войны? Вот лично я да, но меня довольно сильно огорчает тот факт, что игры по ним совсем перестали делать. Раньше довольно много выходило крутых, однако за последние 4 года вышло всего два Баттлфронта и Лего игры. Лего была приятная и милая, с классно адаптированным сюжетом и своим юмором, а Баттлфронт это Баттлфилд в обложке Звездных Войн. Да, во второй части Баттлфилда с джедаями и бластерами был некий небольшой сюжет, но это совсем не то, ну вот прям совсем не то, что я хотел бы видеть. Я очень давно мечтал, чтобы снова выпустили полноценную сюжетную игру и наконец-то это слава богам случилось. Звездные Войны, джедаи, павший орден. Почему же я так радуюсь? Потому что это будет настоящий, как говорят элитные игровые обзорщики, ААА продукт. То есть мы должны ждать качественную режиссуру, крутой геймплей и хорошо проработанную связь с самой вселенной Звездных Войн. Будет ли это так? Думаю скорее да, чем нет. И я много ошибаюсь в последнее время, но если в этой игре не будет наглого высасывания денег с фанатов, я думаю у нее все получится. Какие факты раскрыли разработчики и что же смогли найти сами игроки? Играть мы будем за Кэла Кэстиса, одного из последних членов Ордена джедаев, уцелевшего в ходе истребления после приказа 66. За нами будет охотиться Империя, от которой мы, возможно, будем скрываться. В принципе пока что ничего нового, но возможно нас ждет встреча с Оби-Ваном Кеноби. Это было бы очень кайфово, так как по полученным данным мы сможем изучать разные планеты. Может быть мы посетим и Татуин, где и обитает Оби-Ван вместе с Люком Скайуокером. Однако, сюжет будет линейным и открытого мира не будет. Но нужен ли он вообще? The Last of Us 2, Uncharted 4 прекрасно справлялись и без него, поэтому будем надеяться, что вся игра будет сделана на хорошем уровне, без провисаний в повествовании. На самом деле такая серия давно заслуживает чего-то реально хорошего. Слишком много сомнительной фигни по Войнам Звездным выпускает сейчас Disney. Но вернемся к игре, потому что тебе, мой юный падаван, также предстоит развивать свои джедевские способности и силы, практиковаться в мастерстве владения световым мечом, чтобы не отрубить себе случайно руки и конечно же разгадать древние тайны давно ушедшей цивилизации. Дабы приумножить свои знания о силе, лишь тогда ты сможешь начать возрождать орден джедев. Но помни, империя будет неотступно следовать за тобой. В принципе звучит прикольно, но как это будет играться? Пока что мало что можно сказать, ибо мы не видели особо геймплея, но очевидно, что игрок будет всячески использовать джедайскую силу. Как это было в Star Wars Unleashed? И мне интересно, сделают ли разработчики систему морали? То есть сможем ли мы выбрать, кем хотим быть? Хорошим джедаем или павшим, как это было с Энакином Скайуокером? Пока непонятно, интересно будет потом посмотреть. Но по-любому будут сражения на звездолетах, на световых мечах и возможно будет какой-то необычный стелс. Точно сейчас известно, что у главного героя имеется свой личный дроид. Видимо, он будет нам помогать в изучении мира и в каких-то сражениях. Также сами сражения и парирования будут похожи на Dark Souls, но я уверен, что вряд ли игра будет сложной. Просто будут похожи некоторые фишки. А, да, еще герой умеет бегать по стенам. Это очень важно, ребят. Все, кто ждут нового принца Персии, забудьте нахрен о нем. Его заменил Джайдай Кэл Кэстис. Принц больше не нужен. На самом деле радует, что в игре не будет мультиплеера, ибо разработчики смогут четко прописать сюжетную линию, сохранив атмосферу оригинала. Мне кажется, что это будет довольно мрачная, в некоторых моментах жестокая, драматичная и устрашающая игра. Но это же круто. Стэдинг у нее действительно серьезный и во многом депрессивный. Были джедаи, хорошие пацаны, защищали всех. Бац, их всех поубивали, и теперь всем правят ситхи. А ты, юный плодаван, и вообще не знаешь, что теперь делать. В трейлере есть фраза с подобным контекстом. Нельзя никому сейчас доверять. И я думаю, это отлично показывает серьезный настрой игры. В общем, надеюсь, что она будет годной и откроет глаза Дискнею на то, что давно пора делать игры по Звездным Войнам. И можно довольно значительно расширить вселенную и рассказать некоторые истории, которые нельзя адаптировать в сериал или фильм. Что ж, теперь ждем новых трейлеров и записей геймплея, чтобы уже точно понимать, что нас ждет. Игру обещают выпустить 15 ноября на нынешние консоли и ПК, что очень радует. Вот если бы еще повседневно Гарри Поттера что-то замутили, это было бы вообще сочно. Но это тема другого видосика. Если ты тоже хочешь годную игру про Гарри Поттера, да и вообще тебе понравилось мое видео, не забудь лепить Джорджа Лукаса, подписаться на канал, чтобы обязательно увидеть мой следующий годный видеоролик. Да пребудет с вами Сила!